Послание Серафима Саровского от 4 мая 2024 года. Золотая нить. Здравствуйте, мои любимые! Сегодня мне хочется поговорить с вами о вашем физическом и моральном состоянии, поскольку я вижу, как трудно вам удерживать равновесие в столь горячую пору, когда кажется, что мир рушится и нет этому конца. На самом деле это не так, и нам, вознесенным мастерам, хорошо это видно с тонкого плана. Я расскажу вам сейчас о своем видении ситуации, что, надеюсь, сможет поддержать вас и укрепить ваш моральный дух. Самое главное и обнадеживающее событие заключается в том, что пирамида власти дракорептилий уже практически разрушена. На физическом плане это означает то, что многовековые связи между дракорептилиями и главными ветвями власти на земле, религиозными и светскими, разорваны. Если раньше во главе всех властных структур находились их верные ставленники, то теперь они вынуждены освобождать свои посты в пользу людей, которые понимают, что те ведут свои страны и народы в пропасть. На земле это принято называть политической борьбой, но в настоящее время эта борьба принимает уже совсем другой экзистенциальный характер, поскольку речь идет уже не просто о смене власти, а о выживании человечества, и многие начинают это понимать. К сожалению, не все еще видят полную картину происходящего, особенно в том, что касается ее энергетической составляющей. Но уже то, что люди начинают активно бороться за свои права и проявляют свое человеческое достоинство, дорогого стоит. Это первый шаг к свободе, и в первую очередь внутренний, что является основой для понимания человеком своей истинной божественной сути. Постепенно новые высоковибрационные энергии помогут этим людям сделать и следующий шаг к осознанию единства всего человечества и принятию тех моральных ценностей, которые лягут в основу объединения людей всех стран и континентов. И главную роль в этом играют уже пробудившиеся чистые человеческие души, которые ведут среди населения просветительскую деятельность, а также работают энергетически, землей и коллективным сознанием человечества. Таким образом, помощь людям идет с двух сторон, с тонкого плана от всех сил света, включая вашу галактическую семью, и от воплощенных в физических телах древних душ, которые якорят высоковибрационные энергии на Землю во время своих практик и медитаций. Почему во всех посланиях сил света вас просят удерживать свои вибрации на высоте? Прежде всего потому, что даже просто пребывая в гармоничном состоянии, вы уже помогаете адаптировать энергии высоких вибраций для людей, еще не умеющие принимать их напрямую, тем самым способствуя их массовому пробуждению. Вы – наши бесценные помощники на Земле. Без вас все наши усилия были бы тщетными, поскольку слишком высок разрыв в вибрациях наших миров. Не зря вас называют звездным посевом, что как нельзя лучше отражает вашу роль в вознесении Земли и спасении человечества. Вы стали той золотой нитью, которая соединяет тонкий план с физическим, а развоплощенных представителей сил света с обитателями Земли, воплощенными в физических телах. И я знаю, что наша совместная работа совсем скоро принесет свои плоды. Не унывайте, мои родные, победа над силами тьмы уже близка. Нежно любящий вас Серафим Саровский говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.